Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава Второй книги Ездры, и для библейского портала экзегет мы читаем ее в синодальном нашем традиционном переводе. Народ израильский вернулся из Виланского плена в Иерусалим, восстановил город, восстановил храм, возобновил богослужение, но это еще не все. Формальная ритуальная сторона очень важна для этой книги, она, безусловно, на первом месте. Книга явно из храмовых каких-то кругов исходит, она пересказывает то, что сказано в первой книге, Ездров книги не имея, но нужно же еще и жизнь наладить в соответствии с законом Божьим. Итак, восьмая глава. После всех событий в царствовании Артаксеркса царя Персидского, ну тут с царями некоторые путаницы явно, автор не очень в них разбирается, он писал явно позже. «Пришел Ездра, сын Азарии, Зехрия, Хилкия, Салима, Саддука, Ахитова, Амария, Озии, Мемерофа, Зарея, Сауя, Вока, Ависая, Финеса, Ильазар, Аарона, Превосвященника». Ездра тот самый, который в книге Ездры, и, собственно, его имя носит. И вторая книга Ездры, ну, первая, она явно вот написана им или кем-то очень близким к нему, а здесь уже рассказ о нем, пересказ. «Сиездр пришел из Вавилона как ученый, сведущий в законе Моисея, данном от Господа Бога Израилева. Оказал ему царь честь, ибо он снискал у него благоволение ко всем прошениям своим. И пришли с ним в Иерусалим некоторые из сынов Израиля, из священников и левитов, священнопевцев и привратников, служителей при храме, на седьмом году царствования Артаксеркса, в пятый месяц того же седьмого года царствования. Ибо они, выйдя из Вавилона в новолуние первого месяца, пришли в Иерусалим по данному от Господа благопоспешению в пути в новолуние пятого. Ездра же прилагал великую заботу, чтобы ничего не опустить из закона Господней заповеди, чтобы научить всего Израиля постановлениям и судам. Богослужение возобновлено, жизнь осталось наладить. Пришло и письменное повеление данной от царя Артаксеркса Ездре священнику и чтесу закона Господня. Следующее. Целер Артаксеркс, Ездре священнику и чтесу закона Господнего радоваться. Рассудив человека любиво, я повелел, чтобы добровольно желающие из народа иудейского и священников и левитов, находящихся в нашем царстве, шли вместе с тобой в Иерусалим. Итак, кто только желает, пусть соберутся и идут, как рассудилось мне и моим семи ближайшим советникам. Пусть увидят, что делается в Иудее и Иерусалиме согласно законам Господним и отнесут в Иерусалим дары Господу Израиля, которые обещал я и мои приближенные, и всякое золото и серебро, которое найдется в стране Вавилонской для Господа в Иерусалим. Но, видимо, не все серебро и золото, а вот священные сосуды, которые много где могли оказаться. Вместе с даяниями от народа на храм Господа Бога и их, находящиеся в Иерусалиме. Золото же и серебро на валов, овнов, агнцев и прочие к всему относящиеся, чтобы возносить жертву Господа на жертвенники Господа Бога их в Иерусалиме. И все, чтобы не захотел ты с братьями своими сделать на это золото и серебро, делай по воле Бога твоего. И священные сосуды Господни, данные тебе для употребления в храме Бога твоего в Иерусалиме, поставь пред Господом, Богом твоим, и прочее, что потребуется тебе на нужды храма Бога твоего, давай из царского казнохранилища. И вот я, царь Артаксеркс, появлял казнохранителям Сирии и Финикии, окрестных областей, чтобы они все, чего потребует ездор священник и чтец закона Всевышнего Бога, исправно давали ему даже до ста талантов серебра, талант это 30 килограммов с лишним, также пшеница до ста коров и вина до ста мер, то есть большой совершенно лимит. И все другое по закону Божию Четлинда приносится Всевышнему Богу, чтобы не было гнева на царство царя и сынов его. То есть, если мы не дадим, Бог разгневается на нас. И еще говорю вам, чтобы на всех священниках и левитах, и священнопевцев, и привратниках, и служителях храма, и на песцах всего храма не было никакой дани или другого налога, и чтобы никто не имел власти налагать что-либо на них. Они еще пользуются полной налоговой свободой. А ты, ездор, по мудрости Божьей, поставь начальников и судей, чтобы они судили по всей Сирии и Финикии всех, знающих закон Бога твоего, а не знающих получай, и все те, которые будут приступать закон Бога твоего или царский, пусть будут непременно наказываемы смертью или телесным наказанием, денежную пению или изгнанием. Ну вот, исчерпывающий у него от царя указ, где и лимиты выделены, средства, и свободы, привилегии даны, и запрещено их притеснять. Тогда сказал ученый Ездра, «Благословен, единый Господь Бог отцов моих, положивший на сердце царя, прославит дом его в Иерусалиме, и почтивший меня пред царем и советниками, и всеми приближенными и вельможами его. И я ободрился помощью Господа Бога моего и собрал мужей израильских, чтобы они шли со мной». И вот начальники по племенам их и по строительству, вышедшие со мной из Вавилона в царство нецаря Артаксеркса. Список имен для древнего человека важная вещь, потому что люди узнавали свое собственное происхождение, свое родство в этом списке. Из сынов Финеса — Герсон, из сынов Ифамара — Гамалиил, из сынов Давида — Латус, сын Сихения, из сынов Фароса — Захария, с ним записали 150 человек, из сынов Фааф-Муава — Елеаония, сын Зарея, с ним 200 человек, из сынов Зафоя — Сихения, сын Иезиилы, с ним 300 человек, из сынов Адина — Овив, сын Ионафа, с ним 250 человек, из сынов Илама — Иесия, сын Гафулия, с ним 70 человек, Из сынов Сафати, Зарая, сын Михаила, и с ним 70 человек. Из сынов Иоава, Авадия, сын Иезила, и с ним 212 человек. Из сынов Ваня, Асалимов, сын Иосафи, и с ним 160 человек. Из сынов Вавя, Захария, сын Вивая, и с ним 280 человек. Из сынов Астафа, Иоанн, сын Акатана, и с ним 110 человек. Из сынов Адоникама, последние, вот именно их. И Лефала, сын Иоила, и Сами, и с ним 70 человек. как из сынов Фагоя, Уфи, сын из Толкура, и с ним 70 человек. Я собрал их при реке, называемой Ферран, и мы пробыли там три дня, я смотрел их, такой сбор перед путешествием, и, найдя там никого из священников и левитов, я послал к Елеазару, и Эдуилу, и Маасману, и Алнафану, и Мамею, и Самею, и Ревону, Нафану, и Иннатану, Захаре, и Масалламу, начальствующему ученым, и сказал им, чтобы они пошли к Доддею, начальствующему в местности Касифье, приказав им сказать Доддею и братьям его, и находящимся в той местности Касифье, чтобы они прислали нам священников для Дома Господа Бога нашего. То есть без священников они выходить не могут, это должно быть сделано. И они привели к нам мощную рукой Господа Бога нашего мужей, сведущих из сынов Мооли, сына Левия, сына Израилева, Осевевея, сыновеевы и братьев его, которых было 18 человек, и Осевевея, Аннуя и Осея, брата и сыновей Ханунея, и сыновей их 20 человек. И служители храма, которых дал Давид и начальники на служение Левитам, 220 служителей с именным списком всех. И объявила там пост пред Господом Богом нашим. Подготовка включает в себя вот эту деятельную молитву к Богу, в том числе и пост, чтобы спросить от Бога благополучного пути нам, и спутникам нашим, и детям нашим, и скоту. Ибо я постыдился просить у царя пеших иконных и проводников для безопасности от противников наших. Напомню, что Зарававель как раз в сопровождении иконного и пешего эскорта путешествует, а вот Яздра надеется только на Бога и считает это неправильным брать воинов царских. Потому что мы сказали царю, что сила Господа нашего будет с имущими его во всяком добром предприятии. Итак, мы снова помолились Господу Богу нашему обо всем этом и получили от Него великую милость. «И отделил я из родоначальников и священников двенадцать человек, и с Ирэвио и сами, а с ними из братьев их десять человек. И свесил при них серебро и золото, и священные сосуды дома Господа нашего, который дал в дар царь и советники его, и вельможи, и все израильтяне. И свесив, передал им серебра шестьсот пятьдесят талантов, и сосудов серебряных сто талантов, и золота сто талантов, сосудов золотых двадцать, и сосудов медных из отличной меди, блистающих как золото двенадцать. «И сказал им, и вы, святы Господа, и сосуды сие святы, равно и золото, и серебро, данное по обету Господу, Богу отцов наших. Бодрствуйте и берегите их, докорень издадите старшим священникам и левитам и родоначальникам израильским в Иерусалиме сосудохранилища дома Бога нашего. И священники и левиты, приняв серебро и золото, и сосуды для Иерусалима, внесли их в храм Господа». Ну вот такое полноценное большое описание того, как и люди, и сосуды, все возвращается. «И поднявшись от реки Ферран, двенадцатый день первого месяца, мы шли в Иерусалим под мощной рукой Господа над нами, и Он избавлял нас с начала пути от всякого врага, и мы пришли в Иерусалим. И здесь, по прошествии трех дней, в день четвертый, взвешенное из серебро и золота, передано в дом Господа нашего Мармофи, сыну Урии, священнику. И был с ним Елеазар, сын Финиеса. Также были с ним Ио, Савдос, сын Иисуса, и Моэв, сын Саванна, левиты. Издали все числом и весом, и вес их записан в то же время. Тогда пришедшие из плена принесли жертву Богу Израиля, двенадцать волов за всех израильтян, девяносто шесть овнов, семьдесят два агнца, двенадцать козлов за спасение. Все это в жертву Господу. И передали царское появление царским правителям и начальникам Кири Сирии и Финикии. И они почтили народ и храм Господа. И когда это было окончено, приступили ко мне начальники и сказали, не отделился народ израильский, начальники и священники и левиты о наплеменных народах земли от нечистотых, от народов хананейских, и хитейских, и ферезейских, и ивусейских, и маавицких, и египетских, и едумейских, ибо вступили в супружество с дочерями их как сами, так и сыновья их, и смешало семи святое с наплеменными народами земли, и предводители их, и вельможи сделали с участниками в этом беззаконии с самого начала. То есть исход из Вавилона предполагает полное отделение от этих народов, но оказывается, что те, кто вышли, соединились с местными племенами, прежде всего через брак. И тогда какой смысл уходить из Вавилона? Как скоро услышал я об этом, разодрал на себе одежды и священное облачение, рвал волосы на голове и бороде и сидел озабоченный и печальный. И когда я сетовал об этом беззаконии, собрались ко мне все, которые подвигнуты были словом Господа Бога Израилева, и я сидел печальной до вечерней жертвы. Тогда, встав от поста моего в разорванных одеждах и разодранном священном облачении, пал на колени и простевшие руки Господа, я сказал, Господи, я стыжусь и смущаюсь при лицом Твоем, ибо грехи наши поднялись выше голов наших, и безумия наши вознеслись до неба. Еще от времен отцов наших и до сего дня мы находились в великом грехе. Он начинает покаяние с перечня грехов предков. Казалось бы, странно, но тем не менее он имеет в виду, что нынешние грехи есть лишь продолжение той же самой истории. Это не что-то, что вдруг пришло в голову, это развитие давней линии. «И за грехи наши, отцов наших, мы с братьями нашими и царями нашими и священниками нашими преданы были царям и наземным под меч, в плен и на разграбление с посрамлением до сего дня. Но теперь, сколь великая оказана нам милость от Тебя, Господи Божий, что Ты оставил нам корень и имя на месте святыни Твоей, что открыл нам светильник в доме Господа Бога нашего, дал нам пропитание во время порабощения нашего, и когда мы находились в порабощении и не были оставлены Господом Богом нашим, но Он поставил нас благоволение у царей персидских, чтобы они дали нам пропитание и прославили храм Господа нашего, и чтобы воздвигнут был опустошенный Сион, и нам дано было утверждение в Аудее и Иерусалиме». Ну, здесь текст настолько простой и понятный, что комментировать даже особенно нечего. «И ныне, что скажем мы, Господи, имея все сие? Мы приступили по велению Твоей, которое Ты дал рукой рабов Твоих пророков, говоря, земля, в которую вы входите, чтобы наследовать ее, осквернена скверными иноплеменных земли, и они наполнили ее нечистотами своими, и теперь не отдавайте дочерей ваших за мужество, за сыновей их, и их дочерей не берите за сыновей ваших». Но запрет, который еще при входе в землю обетованную в Ханаан был дан израильтянам, он нарушается последовательно по всю пору. «И не ищите мира с ними во все время, чтобы укрепиться вам и вкушать благо сей земли, и оставить ее в наследие детям вашим навек. И все, что приключается нам, бывает за злые дела наши, и за великие грехи наши. Ты, Господи, облегчил грехи наши, дал нам такой корень. Но мы снова обратились к преступлению, закону твоего смещением с нечистотами народов земли. Не прогневался ли ты на нас так, чтобы погубить нас и не оставить ни корни, ни семени, ни имени нашего? Ты истинен, Господи Божий Израиль, ибо мы остались корнем до сего дня. Но вот ныне пред тобой мы в беззакониях наших, и в них не надлежало бы стоять пред тобой». Понятно, что это такое покаяние, которое он приносит за весь народ, хотя сам он лично в этом невиновен, чувствуя свою солидарность с этим народом, более того, с предыдущими поколениями. Это не они вот согрешили, а мы нет. Это вот мы идем по этому пути, мы как народ, как сложно устроенное единство, как потомки своих прадцев. Но чтобы помолиться о прощении, надо, наверное, исправить грех, а грех состоит как раз в смешанных браках, как это понимает Ездра. И когда Ездра молился, исповедовался и плакал, распростершись на земле пред храмом, собралось к нему из Иерусалима весьма много народа, мужчины, женщины и дети, был большой плач в народе. И, возгласив Ихония сына Иля и сынов Израиля, сказал «Ездра, мы согрешили пред Господом, а взяли иноплеменных жен из народов земли, и вот теперь здесь весь Израиль. Да будет совершена нами клятва пред Господом в том, чтобы отвергнуть всех иноплеменных жен наших с детьми, и как рассудилось тебе и всем, которые повинуются закону Господа. Встав, соверши это, ибо это твое дело, и мы с тобой в силах будем сделать это. И встав, Ездра заклял старших от священников и левитов всего Израиля поступить по всему, и они поклялись». То есть речь идет про то, что нужно развестись с этими самыми иноплеменными женами, и прежде чем начать это делать, Ездра берет клятву с вождей народа, с главных священников, ну потому что понятно, что делать трудно и не хотят, наверное, они расставаться. Поэтому вот эта твердая решимость должна быть подтверждена клятвой. Ну а как это будет совершено, об этом мы прочитаем уже в девятой главе.